Крики чаек, плеск волн и абсолютно ничего не происходит. Пока... О! Почта пришла. Издревле именно бутылочная почта была хоть и не самым быстрым, но зато очень доступным способом отправить свое сообщение. Заметьте, ни один голубь не пострадал. Так что внутри. Чаще всего таким же верностным способом моряки сообщали о том, где потерпел бедствие их корабль. Ученые же прибегали к почте Нептуна, когда хотели отследить курс морских течений. А скучающие на борту во время длинных морских переходов таким способом просто развлекались. Это, конечно, шалость. Конечно же шалость. Просто давай кинем бутылку, а вдруг кто-нибудь когда-нибудь найдет. И вот чудо свершилось. И вдруг находится бутылка, которую нахимовцы в 1984 году запечатали и бросили в воду, которая нашлась в Финляндии. И девушкой, которая обнаружила эту бутылку, катаясь на яхте. Там была содержалась просьба о том, чтобы эту бутылку вернуть в ленинградское нахимовское училище. Но она вернулась уже не в Ленинград, а в Петербург. В 21 веке жизненная необходимость отправить СМС морем отпала. Но если ваша душа требует романтики, то какую старую экологичнее выбрать? Стекло или все-таки пластик? Как эколог я бы, конечно, рекомендовала не бросать ни пластик, ни стекло. Если же вы все-таки хотите бросить в воду послание потомкам, или не дай бог вы оказались на необитаемом острове, то, конечно, выбор пойдет на стекло. Потому что пластик – это и ртуть, и кадми, и фенолы. А стекло, оно у нас из чего изготавливается? Из песка. А это кремний. А кремний, он очень полезен и для организма, и для водной системы. Не знали об этом маленькие путешественники из Австрии. Проверить почту Нептуна Каролина и Себастин решили во время путешествия по Балтийскому морю. Силой детской мечты одну из бутылок очень скоро прибило на пляж в Сосновом бару, а вторую – к смотрителю маяка в Кинском заливе. Так что бутылочная почта работает не только в приключенческих романах. В принципе, технология за столетия не сильно поменялась. Внутрь – песочку в качестве утяжелителя. Туда же отправляется наша записка. И все это дело аккуратненько запечатать сургучом. Ну, или чем попроще, чтобы послание не намокло. Ну и все. Осталось только дождаться, когда послание достигнет адресата.